Дело не в этом, просто, мне кажется, иногда наши беды в том, что мы начинаем жить по принципу, я его не знаю, значит его нет. Понимаете? Это есть такое, это есть у всех во все времена. Может быть, вообще все беды это недостатка информации. Может быть, имеет смысл, не знаю, как вы на это посмотрите, сейчас ничего не отличается, просто подумайте, потом уже осенью, если решать такие вопросы, может быть, сделать какие-то недлинные, очень короткие встречи с теми, кого, может быть, вы не знаете. Из поэзии, из вообще литературы, из искусства, из театра и кино. Где-нибудь, мы не знаем, полчаса послушать стихи человека, которого, может быть, вы еще не читали. И создаете впечатление, что сейчас полный вакуум. И это вас очень хорошо понимает. Но вдруг вы что-то для себя откроете. Вдруг. Такое же тоже бывает. Вы понимаете, как правило, вот эти талантливые люди, они же никуда не могут пробиться. И мы их не знаем не потому, что их нет, а просто они стучатся, стучатся, их никто никуда не пускает. Во все времена были художники, которые работали в котельне, картины, их пылились вообще, простите меня, черти где. И только потом находились какие-то умники, которые приходили за 3 рубля и так купали, и выставляли в лучших галереях мира. Они так и умирали нищими. Все потому, что не могут эти люди пробиться. Не все могут себя пробивать. Раз. И сейчас мы живем с вами в талантливии. Не хотелось бы этим заканчивать, но вы умные. Я поняла, что вы... В общем, нет здесь дураков. Мы живем в такое время, когда мало кому что нужно. Поэтому или ты себя должен вытаскивать сам, или окружать себя такими людьми, которым нужно это. Понимаете? Очень важно, какой у тебя круг. Вот это, пожалуй, самое важное.